Субтитры делал DimaTorzok Благословение последнему пророку и посланнику Мухаммаду саллаллаху алейху ассалям и всем тем, кто последовали за ним до судного дня. Вот те, которые уверовали, бойтесь Аллаха субханаху ата'аля должным образом и не умирайте иначе, как будучи мусульманами. Вот те, которые уверовали. Всевышний Аллах субханаху ата'аля облаготетельствовал нами, над нами тем, что Он дал нам величайшую свою милость, это Рамадан. Месяц Рамадан и дал нам возможность поститься в этот прекрасный месяц. Каждый верующий ощущает варака этого месяца. Каждый верующий чувствует, что Он абсолютно не похож на предыдущие месяца. Его состояние души, Его действия, Его благие деяния, либо же совершение благих деяний в этот месяц становится намного легче, намного быстрее. Аллах субханаху ата'аля сделал этот месяц благословенным. Но для того, кто желает Его таковым встретить. Аллах субханаху ата'аля сделал его благословенным и дал каждому верующему шансы и возможность преуспеть в обоих мирах. Ведь Глашатый в этот месяц говорит, о желающий совершить добро, поспеши. О желающий совершить зло, остановись. Всевышний Аллах субханаху ата'аля в суре Аль-Бакара Упоминая пост, его достоинства. Аллах субханаху ата'аля по окончанию говорит По окончанию, по завершению определенного количества дней, имеется ввиду дней поста, По окончанию количества этих дней. Вам следует восхвалять Аллах субханаху ата'аля словами таквира. И Аллах говорит В этом аяте Аллах субханаху ата'аля как будто бы желает нам сказать о том, что пост месяц Рамадан и благие деяния, которые Аллах дал возможность совершить рабу, Это благодарность Аллаху субханаху ата'аля за оказанную милость Аллаху ата'аля. И поэтому Аллах субханаху ата'аля говорит И малая часть из моих рабов является благодарными. Это месяц понять милость Аллаха субханаху ата'аля к тебе и стать благодарным рабом Аллаху субханаху ата'аля. Ведь в этот месяц, месяц Рамадан, это месяц великой и огромной школы. Когда человек учится многим вещам, терпению, щедрости и благодарности Аллаху субханаху ата'аля. Многие люди считают, что благодарность Аллаху это всего лишь сказать Благодарю тебя, о Аллах. На самом деле благодарность Аллаху субханаху ата'аля выражается в соблюдении его предписаний. А именно, это пост месяц Рамадан, соблюдение поста и ненарушение его, это проявление благодарности Аллаху. Выстаивание молитв, обязательных и добровольных в месяц Рамадан особенно является признаком благодарности Аллаху. Щедрость, расходование на пути Аллаха, давание садака в месяц Рамадан является проявлением благодарности Аллаху. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Мансама Рамадана иманан вахтисаба гуфира лахума такаддама минзамбе». Тот, кто выстаивал пост месяц Рамадан, с верой и надеждой ему будут прощены его прежние грехи. С верой и надеждой означает тот, кто постился в месяц Рамадан, считая это обязательным предписанием Аллаха, он его принимал как поклонение, а не как диету. И тот, кто надеялся на милость своего Господа, и поэтому верующий, он особенно должен после совершения благих деяний надеяться на то, что Аллах их примет, на то, что Аллах его помилует и простит. И не разочаровываться в милости Аллаха, поистине в милости Аллаха разочаровываются люди несправедливые. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, также сказал Тот, кто выстаивал месяц Рамадан, выстаивал молитву в ней с верой и надеждой, Аллах ему простит его предыдущие грехи. Тот, кто выстаивал молитву. В первую очередь это обязательная молитва, а затем добровольная, как, например, молитва Таравих. Ведь она относится к ночным молитвам. Ведь это она относится к молитвам из рода молитв Тахаджуда. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, молился эту молитву исключительно только в месяц Рамадан. И эта молитва не повторяется никогда в течение года. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, и надеялся на милость Аллаха. Выстаивал молитву и надеялся на милость Аллаха. То ему будут прощены предыдущие его грехи. Для того, чтобы понять, что такое благодарность Аллаху, достаточно вспомнить хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Когда его Аиша спросила о посланник Аллаха, она увидела его стоявшим в ночной молитве настолько долго, что отекали его ноги, и от усталости трескались его пятки. Она сказала, о посланник Аллаха, а разве Аллах, субханаху ата'аля, не простил тебе твои грехи, прежние и будущие? И разве Аллах не обещал тебе рай? Так зачем же ты себя так изводишь? Зачем ты себя так утомляешь? Тогда он сказал, о Аиша, а разве я не должен быть благодарным рабом Аллаху? Благодарность Аллаху выражается в выполнении молитв, в выполнении предписаний Всевышнего Аллаха. Когда ты соблюдаешь пост и душевно, и физически, это проявление благодарности Аллаху. Когда мы говорим душевно, или духовно, и физически, это означает, что мусульманин не только должен оставить еду и питье, но он должен также оставить свой дурной нрав, свое дурное и мерзкое поведение. Иногда удивительно видеть мусульманина, который соблюдает пост. Он вроде бы утомлен тем, что немного его тело истощено от поста. Но ты видишь, он сквернословит. Но ты видишь, он проявляет свою резкость, свою грубость, оскорбляет, обвиняет, либо же делает гиба поклепой. Что толку от этого поста? Если оно не оставило на человеке следа, который должно было оставить. От поста человек не всего лишь должен похудеть, а от поста его нрав должен улучшиться. Его щедрость, его милосердие, его мягкость, его доброта, его забота. Это должно воспитать. Пост должен воспитать мусульманина именно это. Ведь когда смягчается сердце, ведь когда черствое сердце покидает сердце, по причине поста, молитв, дуа, чтения Кур'ана, человек становится мягче и добрее. Если он становится таковым, значит, пост оставил на его сердце след. Если он же такой же раздражительный, такой же грубый, резкий, то должен пересмотреть свое отношение к посту. Я прошу Аллаха Субхану Хуа Та'ля, чтобы он простил нам наши грехи. Просите у Аллаха прощения о чем прощающем милосердии. В хадисе, который передает Аиша Рады Аллаху Анха, сообщается, что посланник Аллаха Салаллаху Алейхи Васалям был усердным. Он был усердным всегда. Но особенно он был усердным месяц Рамадан. Его усердие проявлялось в его щедрости, в количестве его совершаемых поклонений. Настолько, что посланник Аллаха Салаллаху Алейхи Васалям в последние десять дней месяца Рамадан он уединялся на Атикад. Вот те, которые уверовали. Этот хадис говорит о том, что этот месяц не месяц отдыха, а месяц, либо же сезон совершения благих деяний. Мусульманин должен отбросить в сторону свою лень, свою усталость и перебороть себя и быть намного усерднее, нежели он был в предыдущие месяца. Ведь если человеку не будет прощено в этот месяц, то когда же ему будет прощено? Если он сделал этот месяц похожим на предыдущие месяца, то где его стремление и где его старание? это возможность. Это возможность. завтра, ища Аллах. А завтра эта же усталость к нему приходит. И каждый день он проводит в таком же состоянии. на утреннюю молитву. Каждый из нас встает на сухур. Он может проявить усердие и посещать утреннюю молитву. Сидеть в ней, читая, поминая Аллаха, Субхану А.Та'аля, до Духа, совершая Духа, возвращаться домой. Да, это сложно. Но если не в этот месяц, то когда? Совершение добровольных видов поклонения, сунны перед намазом, после намаза, всех пятикратных молитв, если не сегодня, не в этот месяц, то когда? Накормить бедняка, накормить постящегося, дать садака. И делать это усердно, чаще, нежели всегда. Если не в этот месяц, то когда? Когда мы слышим слова посланника Аллаха, салаллаху а.с. что он был более усердным в этот месяц, мы должны себя немного привести в чувство. Мы должны понять, что усердие означает полное усердие. Это перебороть лень, это перебороть усталость, это перебороть все. И поэтому мусульманин должен сделать правильно по порядок своего дня. План благих деяний он должен выстроить в месяц Рамадан. У кого из нас есть блокнот? Или заметки в своем телефоне? План своих благих деяний сегодня. Ведь без плана твой этот месяц пройдет просто как обычный месяц. Ведь Аллах говорит «О хуликаль инсану дайфа» Человек создан слабым. Мы всегда откладывали на завтра. Мы откладывали благие деяния на завтра. Если мы не будем усердными в этом месяце, то мы этот месяц проведем так же, как в предыдущем месяце. Откладывая все на завтра. На Таравих иншаллах завтра схожу. На Фадир иншаллах завтра схожу. Сунны хорошо завтра я выполню. Садака завтра сделаю. Куран устал пощусь слабость. Иншаллах завтра почитаю. И ты видишь у тебя собралось ты планировал прочитать весь Куран а ты еще застрял на двух-трех джузах. А уже больше десяти прошло. Это показатель нашей лени, либо же нашей непредвиденности, либо же нашей несобранности и отсутствия усердия в этот месяц. О, мусульмане, этот твой месяц это твой шанс. Этот месяц если тебе не будет прощено, то когда будет прощено? Ведь все возможности для этого есть. И самое главное следует помнить, что все эти благие деяния, которые ты совершаешь в этот месяц, как будто бы ты приходишь к Аллаху и говоришь О, Аллах, я тебя благодарю за все. За свое здоровье, за свою силу, за своих детей, за свою семью, за ту милость, которую ты оказал мне. Она самая величайшая это ислам. Я тебя благодарю посредством этих всех благих деяний. И поэтому это месяц проявления благодарности Аллаху субханаху ва та'аля во те, которые уверовали. Будьте усердными в этот месяц. Взывайте к Аллаху субханаху ва та'аля чаще. Ведь он ждет, когда вы попросите у него и пожалуйтесь ему на свои трудности и на свои проблемы. Ведь он ждет, когда вы это сделаете и как же он быстро их решит. Вот те, которые уверовали. Я прошу прощения у Аллаха субханаху ва та'аля за всех верующих и умерших и живых. Я прошу Аллаха субханаху ва та'аля те, которые умерли в этот месяц, чтобы он помиловал их и ввел их в райские сады. Я прошу Аллаха субханаху ва та'аля даровать нам прощение этим прощающим и милосердным. Субханаху ва та'аля субханаху ва та'аля субханаху ва та'аля субханаху ва та'аля